Хотел вам показать, что по этому поводу пытается вырулить российская пропаганда. Это очень смешно. Они действительно оказались в сложной ситуации. Они так долго создавали миф о непобедимой армии, что когда дело дошло до реальности, оказалось тяжеловатенько им. Как-то это объяснить? Вы же помните те реляции, которые говорила та же Маргарита Симонян. Основной такой рупор Russia Today российской пропаганды. Вот смотрите, да, я вам покажу даже. Где-то у меня было. Сейчас найду. Дайте одну секундочку. Вот. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина. Подавили эти огневые точки. Вот мы рекламную паузу это обсуждали. А сейчас? Два дня. Подавили эти точки и все. Точки подавили. Черные точки на лице. Подавили она. У нее это так ассоциируется. Ну что, подавили за два дня точки? По-моему, подавили круто. А вот так вот можно представить себе второго главного пропагандиста. Ой, Соловьев, да? Вы же знаете такого. Вот. Теперь его многие представляют таким вот образом. Никогда не простим. И мы вам никогда не забудем. И видим мы вас насквозь. Ты меня понял, Шульц? Да, два дня вот подавили. А теперь, знаете, какие они постят эти посты? Это, это, конечно, потрясает. Вот сейчас я вам покажу, что пишет мадам, мадам Симоньян. Вот, по-моему, у меня тут есть. Вот ее, я даже делаю на весь экран. Пишет Маргарита Симоньян. Все уже было. Сто лет назад это называлось Великое Отступление 1915 года. Русская армия уходила не только из Галиции. Уходила с территории самой империи Польши и Прибалтики. Причем, уходя из Галиции, армия вывела еще 300 тысяч русин, русских галичан. Деникинские подразделения держали мост, по которому шли беженцы. Потом был 16-й год и Брусиловский прорыв. Потом, вообще-то, должна была быть победа. И с военной точки зрения Великое Отступление катастрофой не было. Великое Отступление. У них все великое. И победы великие, и отступление. Вот это приятно. Так что, ну, можно считать, что они все это называют Великое Отступление. Великое Отступление. Да, тоже грустные сообщения от Захара Прилепина. Еще один у них есть. Который говорит, что, значит, Россия непобедима. Непобедимая Россия, да. Вот от него такая мысль. Сейчас покажу вам. Вот Захар Прилепин. Если не хотите огорчаться, просто не читайте сегодня новости. Хорошие новости тоже будут, но не сегодня. Мысль о том, что русские начинают, как следует, воевать только после серьезных поражений. То есть, серьезных поражений. Высказанное в связи с добровольным уходом из-под Киева. Добровольный прямо, ага. Вот так они добровольно хотят из-под Киева уйти. Перегруппироваться. Жест доброй воли. Добровольный. Было высказано с опережением. На этом пока все. Все. Пошел бухать Захар Прилепин. Хороших новостей нет. Нет хороших новостей у русских. Даже не знаю, как жить. Спасибо огромное. Дык. Крутой донат. Спасибо. Помогай бог в СССР. Сгоден с вами. Отрицательное наступление пишут. Называется. Да, у них такой новояз с этими жестами доброй воли. Отрицательными всплытиями. Отрицательными наступлениями. Вот сейчас новый появился. Буквально вел этот наш любимец. Кокошников. Да. Что значит. Это все называется переброска войск. У них началась такая вот переброска войск. Думаешь. Ну красиво же переброска войск. Когда драпают. Называть это все переброской. Причем до этого же писали. Все. Мы все отбили. Мы их даже в район не пустили. Купянский. Вот. Уже стоят украинцы с флагами на администрации. Уже стоят у администрации. Там на центральных улицах. Две секунды прошло буквально. Вот. Конечно. Конечно. Это невероятно. Вот. Украинцев поздравляем от всей души. Ну. Когда у них. У россиян вот такие солдатики этих. Помните Чмоню. Мне прямо его жалко. Тут все-таки. Вот. Вот оно лицо. Да. Российской. Российской армии. Истинное лицо. Как-то без него даже скучно. Я вам скажу. Продолжение следует.